здравствуйте ребята всем привет это видео ни о чем предупреждаю но в принципе речь пойдет о том как мы съездили во флориду естественно мы давно уже оттуда вернулись все видео клей склеивались дома естественно дороги этим не занимаюсь никогда ну что вам сказать я давно давно много лет не первый десяток лет наверно ну хотел попробовать съездить во флориду на машине и все никак как-то все посмотришь посмотри сколько ехать посмотри что билеты не такие уж дорогие как-то раз лучше быстро прилететь там за три часа еще два с половиной три часа смотря куда во флориду во флориду кстати я привык говорить флорида хотя почему-то русские говорят флорида но это блин не знаю у меня в голове это не складывается флорида это флорида вот но это ладно это просто к слову ну на этот раз была праздничная неделя цены на самолет были такие раза в два наверно выше чем обычно мы так посмотрели как раз так хорошо все с выходными совпадает и в общем решили ну давай же наконец съездим один раз хотя бы его флориду на машине как бы посмотрим как это но ты съездили съездили я еще в пятницу даже взял выходной мы выехали в пятницу в 5 утра мы выехали в 5 20 наверное это было сразу выехали на дорогу там у нас дороге самая дешевая заправка прям вообще в округе у нас на большой почему-то дороге не там заправился по полной программе и мы поехали выехали вышли на 95 трассу и вперед без остановки пока доехали до делавера до штата делавер там есть остановка travel plaza называется делавер travel plaza вернее ее блин оказывается несколько лет назад переименовали в байден волком центр я хотел я хотел сфотографироваться как я средний палец показываю этой надписи байден волком центр но жена отказалась меня фотографировать но ладно в общем мы там быстренько позавтракали это уже было где-то к 8 на это пол восьмого утра мы быстренько позавтракали и поехали дальше следующие там уже сразу где-то через миль чуть мили через три наверное уже был штат мэриланд потому что делавер очень маленький штат он в целом то маленький а в той части он еще меньше там где проходит 95 трасса так что мы попали в штат мэриланд ехали после мэриланда естественно штат вирджиния там мы остановились еще быстренько чтобы по туалетам зайти пройтись так сказать еще поехали дальше всю вирджинию в общем-то проехали следующая остановка у нас была где-то уже южнее на юге северной каролины миль двадцать оставалось до южной каролины опять же заправка была на туалет а нет до этого мы еще остановились где-то быстренько поесть ну причем остановились макдональдсе ну знаете когда едете далеко тогда уже знаете макдональдсе могу есть есть чтобы идти в какой-то ресторан и есть там на три часа рассиживаться времени нет поэтому быстро быстро так сказать похавали отравы еще и поехали вот и потом значит остановка в конце уже северной каролины заправились южную каролину мы проехали почти без остановки но там опять детям в туалет понадобилось уже ближе тоже к югу северной южной каролины тоже быстренько так получилось что мы нашли макдональдс а макдональдс оказался вместе с заправкой shell ну пока они ходили я еще бензин заливну все равно понадобится ну так я залил вот раз уж так и мы поехали дальше в итоге мы где-то около 8 вечера мы приехали в штат джорджия в город саванна а город саванна находится на севере штата джорджия это значит что буквально минут 10 мы ехали от границы южной каролины и джорджии в саванну а в саванне мы просто переночевали потому что зачем было зачем упарываться и ехать без остановки до конца а наш путь лежал в город тампа во флориде и еще как бы пять часов пилить но учет не охота было можно даже было до джексон вилла доехать еще часа два но как-то какой был смысл то есть на следующий день мы все равно собирались сколько-то ехать в общем в саванне там гостиница хаят как всегда наша любимая вот мы там переночевали спокойно причем не упарываясь не не приехав очень поздно еще до 8 мы приехали вечера собственно мы там поспали а утром даже не сильно рано часов наверно в 9 наверно мы выехали штат джорджия в том месте оказался тоже не сильно большой там мне кажется часа полтора мы всего лишь ехали со скоростью 80 миль в час и раз и welcome to флорида уже знаки пошли и как только заехали во флориду там сразу сразу много-много полицейских стоит прям вдоль дороги скорость мерят ну мы-то ехали нормально как всегда то есть нас никто не трогал но там останавливали людей вот такое вот добро пожаловать во флориду называется там мы решили заехать в магазин бакис вернее на заправку бакис которую вы все видели в самом первом видео которое я выставил с этого путешествия много видео я не снимал то есть вот эти три видео которые были это все ребята я другого ничего не снимал по дороге я ничего не снимал но потому что ну как-то не до этого было себя один бы ехал я бы снимал на прям чуть ли вам не вне полностью неполный блок блок так сказать поездки но когда едешь семьей тут все ну оно не так оно фокусируется не на этом все внимание вот так что извините других видео нет значит заехав во флориду мы провели так часа полтора наверно в этом баке если то что мы еще и поели заодно там а после этого все остановок больше не было еще так наверное часа два или два с половиной мы ехали ехали и приехали в город тампа вот на этом на этом наша поездка в одну сторону закончилась знаете интересно как пока едешь по северной каролине по трассе 95 но не е 95 а и 95 пока есть по северной каролине там все время выставлены огромные плакаты типа иисус вас любит типа позвони по такому-то номеру чтобы узнать правду иисус существует прямо вдоль всей дороги и только именно в северной каролине зачем-то такие знаки стоят с обеих сторон дороги вот мне может быть мы кто-нибудь в комментариях может напишите мне объясните мне зачем стоят эти знаки а они что они что ну как бы вот они переубедить кого-то что хотят или чего вот я никогда в бога не верил и не верю и что вот я вот эти знаки прочитаю и что они ну как бы рассчитывают на то что я проникнусь что ли или как это понять но объясните мне хоть кто-нибудь а то я счет не врубаюсь реально вот я должен был прочитать эти знаки и наверно проникнуться тем что вот реально jesus is real и не знаю пойти там в церковь башкой биться или как там это делается об крестном или целовать крестичу ну короче предполнейший но не знаю зачем зачем стоят эти огромные рекламные плакаты за них же кто-то платит понимаете за них же кто-то платит и ну не маленькие деньги за рекламу на сам одной из главных дорог вообще страны 95 трасса это одна из самых загруженных дорог вообще соединенных штатов америки одна из не самая но одна не знаю насчет самая но одна из на этом побережье точно самая загруженная там с той стороны там где где калифорния оригон сиэт этот штат вашингтон там свои дела там тоже есть загруженные дороги но у нас это одна из главных вот и это вот игры въезжаешь именно в северную каролину и вот этот фигня написано так через каждый там несколько миль там не знаю 5 10 миль и вот эти подобные знаки стоят таким красными буквами на желтом фоне фиг его знает зачем вот так вот в тампу мы приехали но так как мы провели много времени на остановках на разных найти эту в тампу мы приехали чуть как-то уже даже по-моему темновато было или уже темнеть начинало ну нормально приехали все пошли куда-то гулять даже чуть-чуть пошли там поели все очень нормально так провели время хорошо ну что вам сказать с одной стороны в принципе я люблю ездить на машине я люблю ездить рулем мне это все нравится устраивает и наверное даже ничего можно сказать нормально было но с другой стороны конечно но немножко утомительно было уже так ближе к концу первого дня особенно потому что мы разделили поездку мы разделили чтобы ехать офигели они на красный свет едут мы разделили поездку чтобы ехать первый день где-то две трети пути а второй день треть пути так как-то легче сначала ты первый день откатал конкретно а на второй день уже после того как устал за день до этого там уже немного тебе остается ехать это как-то ну нормально кстати нормально сработало поеду ли я еще раз так далеко мог на машине не знаю может быть да может быть и нет и я может быть и да но все остальные может быть и больше нет чем да ну вот как то так не знаю даже в принципе мне нормально наверное я бы даже поехал бы еще куда-нибудь да я думаю что я поехал вот но не думаю что кто-то еще захочет ехать ехать конечно скучно когда в дороге ничего вокруг особо нет ты когда едешь по основной трассе вот вам рассказывают дальнобойщики какая у них романтика как они типа увидели всю страну на самом деле 90 процентов своего времени они видят вот эту тупо дорогу и вокруг деревья этой дороги защищающие от снегопадов там знаете все то есть ничего они не видят на самом деле какой страны они не видят так что это все это все рассказы как бы оправдание о том какая классная работа но на самом деле это работа утомительная эта работа неплохо оплачиваемая и ну много людей кто работает и я с большим уважением отношусь к этим людям потому что на этих людях держится наша страна вообще здесь на на всем но вот эти рассказы о романтике как бы знаете вот видел страну все такое это это приукрас немножко потому что на самом деле никакую страну ты не видишь вот и кстати назад назад мы ехали наверное даже еще круче чем мы ехали туда потому что мы выехали из тампы а мы последние два дня из той недели когда мы как мы там были мы провели дома у наших друзей уже не в той квартире которую я показывал а дома у наших друзей мы отмечали праздник там все выехали мы тоже так в 5 утра 5 15 наверное выехали от них они даже еще спали мы с ними нам все вечером попрощали все а утром тихонечко выехали поехали тоже там остановились там позавтракать еще что-то ну в общем-то ехали мы довольно долго потому что у нас было много остановок в саванне я хотел заехать там в один магазин посмотреть что там продают хорошего потом в саванне что-то мы еще заезжали а ну да бензин уже заодно тоже заправить под заправить заехали тоже было дело потом дальше мы поехали в джорджию всю то есть из джорджии по южной каролине и где-то уже севернее еще еще в южной каролине еще в один магазин какой-то знаменитой посуды заехали я не помню как она называется ну короче надо было заехать мы заехали она тем более было прям у дороги и это было были скидки так называемые черные пятницы и в общем то там действительно купили эту какую-то хорошую посуду для для того что там что-то печь в духовке реально за пол цены потому что в интернете у них цена там там 120 долларов стоит да за какую-то вот посудину а там они реально там за 60 или 65 долларов продавали то же самое может за 70 ну то есть скидка была настоящая действительно потому что мы в принципе знали сколько она обычно стоит ну и заехали уже ну так как в магазине то есть ты не платишь за доставку ничего тоже приятно было заехали там дальше опять северную каролину а нет дальше дальше у самой уже северной каролине но еще в южной каролине опять заехали на заправку баки опять там поели но уже так долго там времени провели так много потому что уже видели все это тоже большая заправка но такая же в принципе ток цен там были выше чем во флориде не на бензин на бензин я кстати не обратил внимание а вообще на продукты на еду как такую же точно еду которую там продают во всех этих магазинах баки с его цены в южной каролине были выше чем во флориде ну так процентов знаете на 25 30 наверно вот вот так вот не знаю почему а после этого мы мне кажется всю северную каролину вообще проехали без остановки ну да и пол вирджинии проехали без остановки потому что мы останавливались гостиницы хаят возле города ричмонд так восточнее города ричмонд но я говорю так как остановок у нас было много разных по разным поводам и поесть и и в магазины сходить там одни в общем мы уже так часов в десять если даже не по-моему в одиннадцатом часу только приехали в эту гостиницу но зато на следующее утро мы постарались пораньше выехать мы выехали по моему часов 8 там завтрак в 7 мы быстро поелись все собрались и вышли нужно было как можно раньше выйти чтобы проехать основные пробки в вирджинии на девяносто пятой трассе и возле города вашингтон дисси ну и в принципе в мэриланде тоже на собственно пробки были везде в делавере тоже были пробки потом уже в нью-джерси как-то стало получше но зато так как мы все-таки рано выехали то пробок у нас было не так много особенно вот сначала пока мы ехали был не так много так что где-то часа в три по моему если даже по моему раньше мы все-таки до дома таки доехали ну и все на этом как бы закончилась наша поездка на этом как бы закончилась и наша поездка с вами вот сейчас сегодня так как я приехал куда мне нужно было приехать место только какое-то нормально надо найти ничего нет вернее было я пропустил их много как всегда что это вот здесь за машины стоят ладно куда-то я сейчас встану короче не знаю куда а вот это место оказывается здесь окажется смотрите по стрелкам тут окажется одностороннее движение оказывается но это это как бы частная собственность вот эта земля и никто мне особо здесь за это ничего не сделает эти стрелки особо как бы юридической силы не имеют здесь так нарисовали вот чтобы мол движение раз развернуть туда-сюда но юридической силы в этом нет что ничего страшного в общем стану я сюда сейчас быстренько схожу куда мне там все надо и на этом как бы все вот так что все ребят всего хорошего а чё он понял что он на два места стал до отодвигаться все-таки решил а я уже думал он совсем не хороший человек не смотрите вот теперь он стал вот теперь он место вот теперь он место заняну тогда теперь я могу сюда встать прямо за ним чтобы задние чтобы сзади оставить вот так вот ну все ребята всего вам хорошего увидимся пока